Мы привыкли относиться к продуктам как к чему-то должному, и поэтому редко задумываемся о том, как именно они производятся и поступают на прилавки магазинов. Однако правда в том, что пищевая промышленность – это темная индустрия со своими секретами, которые, к сожалению, утаиваются от обывателей. Что на самом деле представляют собой стейки? Как отличить настоящий кофе от поддельного? И почему мед не так полезен, как вы думаете? С вами СмартПицца, и в этом выпуске мы расскажем вам о производстве некоторых продуктов питания, от которого у вас пойдут мурашки по коже. Погнали! Номер один – мед. Мед – это уникальный продукт, который, во-первых, никогда не портится, а во-вторых, богат полезными веществами. Тем не менее, с полезными элементами здесь не все так гладко. Дело в том, что мед – это один из наиболее часто подделываемых продуктов на данный момент. Так, например, в США более 75% меда – это подделка, поскольку эти продукты не содержат пыльцу. Еще около 20% импортируется из стран Азии или же поставляется загрязненным свинцом и антибиотиками. Лишь оставшаяся малая часть является настоящим продуктом. Подделанный мед состоит из сахарного сиропа, в том числе и из кукурузы, сахарного тростника, сахарной свеклы, патоки и целого ряда подозрительных подсластителей. В 2008 году немецкая компания ALW Food Group попалась на крупном скандале. Стало известно, что она ввозила дешевый мед из Китая и продавала его в разные страны под видом белого меда из Кореи. При анализе обнаружилось, что мед содержал запрещенный в ряде стран антибиотик флором финикол, а также пестициды, что делало мед очень аллергенным. Один из лучших способов проверить, настоящий мед или нет – намазать его на хлеб и подождать несколько минут. Если хлеб станет хрустящим, то мед настоящий. Если же он размокнет, то мед – подделка. Номер 2 – кофе. Ежедневно в мире выпивается свыше 2 миллиардов чашек кофе. Безусловно, кофе – это напиток номер один на всей планете. Этим пользуются различные компании-производители, выпуская на рынок контрафактный и поддельный кофе. Некоторые производители увеличивают вес молотого кофе за счет добавления в исходный продукт посторонних примесей. Спектр этих примесей огромен. Кофейная шелуха, жареная кукуруза, жареный ячмень, жареные соевые бобы, порошок цикория, ржаная мука, картофельный крахмал, сженый сахар, карамель и даже глина. Кроме того, дорогой кофе могут смешивать с более дешевым сырьем, а для вкуса сдабривать его ароматизаторами и искусственным кофеином. На выходе покупатель получает не продукт, приготовленный из натуральных и высококачественных кофейных зерен, а непонятную мешанину из сомнительных веществ. Вы можете провести эксперимент, чтобы отличить натуральный молотый кофе от подделки. Высыпьте небольшое количество порошка на лист белой бумаги и проверьте его на наличие посторонних вкраплений или кристалликов. Если они есть, то кофе-подделка. Также определить подделку можно, насыпав пару чайных ложек кофе в стакан холодной воды. Подождите 7 или 10 минут. Если в кофе есть посторонние примеси, то они осядут на дно стакана, а сам кофе останется на поверхности. Поскольку обман повсюду, то мы можем лишь посоветовать вам покупать кофе в зернах и, собственно, ручно смалывать его дома, чтобы не пить непонятную шелуху. Номер 3. Стейки. Стейки, которые вам предлагают в ресторанах и магазинах, это один из самых больших обманов пищевой промышленности. В теории мясная вырезка подразумевает отрезанный от животного цельный кусок мяса, который впоследствии обрабатывается, готовится и подается к столу. На практике же все обстоит совершенно иначе, и скорее всего в ресторанах вам подают, вовсе не это блюдо. На самом деле практически все мясные вырезки и стейки изготавливаются из остатков мяса, кусочки которых производители склеивают между собой, превращая их в большой цельный кусок. Для этого производители используют трансглютаминазу – мясной клей, с помощью которого можно создать цельный кусок мяса из кусочков низкокачественного мяса или остатков мяса. В состав трансглютаминазы входит аммоний – вещество, применяемое в удобрениях и средствах для чистки бытовых приборов. Некоторые производители даже официально утверждают, что аммоний убивает кишечную палочку, содержащуюся в мясе. Однако в хорошем мясе ее не должно быть в принципе, поэтому такой метод производства просто ужасен, а подобные заявления и оправдания со стороны корпораций и производителей кажутся как минимум неэтичными и абсурдными. Номер 4. Ягоды. Многие из нас любят ягоды. Мы либо едем конкретно, либо потребляем в пищу продукты с содержанием ягод. Например, мороженое, батончики и так далее. Но правда такова, что ягоды, как и многие другие продукты, производятся и поступают в магазины совсем не так, как мы думали. Для примера рассмотрим чернику и клубнику. Что касается черники, то большинство питательных батончиков, на обертках которых изображены ягоды черники или голубики, на самом деле их не содержат. Вместо них, как правило, продукты содержат крахмал, кукурузный сироп, гидрогенизированные масла, искусственные ароматизаторы и пищевые красители. Что касается клубники, то на каждой выращиваемой ягоде находится в среднем 7-8 видов пестицидов, а на 20% ягод клубники их более 10. Так, несколько лет назад Министерство сельского хозяйства США выявило в производстве клубники использование 81 вида пестицидов и химикатов, многие из которых запрещены в Европе, ввиду содержания канцерогенных веществ. По оценкам, на полгектара клубники используется около 150 килограмм пестицидов. Вдобавок, при производстве ягоды используются фумиганты, химикаты, стерилизирующие почву и убивающие микроорганизмы, которые могут навредить урожаю. Впоследствии эти же ягоды поставляются в магазины, а также на фабрике, где их включают в состав тех или иных продуктов. Номер пять – пармезан. Как известно, пармезан – это вкусный сыр и известный деликатес, особенно если мы говорим о настоящем и натуральном пармезане. Но мало кто знает о том, что крупные производители и компании обычно врут, говоря, что продают натуральный пармезан. Правила, установленные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов позволяют законно продавать контрафактный пармезан, что может стать шоком для многих из вас. В основном, ненастоящий пармезан производят из дешевого сыра, который взбивается в шейкере. После того, как сыр взбили и натерли, в него добавляется целлюлоза, фунгициды и прочие химикаты, которые придают сыру должную форму. И хотя целлюлоза содержится в древесной массе и считается натуральным и безвредным органическим соединением, ее наличие в сыре вызывает недоумение и даже отвращение. Обычно производители добавляют 2-4% целлюлозы в сыр, но иногда эта цифра может превышать все 20%. Но справедливости ради стоит отметить, что фейковый пармезан можно встретить далеко не во всех странах. Преимущественно он поступает в США, поскольку Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не ограничивает американских производителей в плане добавления целлюлозы в сыр. И хотя такое производство является менее затратным, американцы фактически едят сухую тертую моцареллу с химикатами и целлюлозой, а не настоящий пармезан, привезенный из Италии. Вообще в США плохо обстоят дела с сырными продуктами. Взять, например, стандартный американский сыр. Уже сейчас известно, что он может затвердеть, однако он никогда не заплесневеет, потому что это вовсе не сыр. Фактически это пастеризованный и преобразованный сырный продукт. Настоящий сыр изготавливается путем нагревания и перемешивания молока и ферментации, после чего сыворотку отделяют от свернувшегося молока. Затем сгустки свернувшегося молока приправляют и соединяют в сыр. А вот американский сыр изготавливается из остатков различных сыров, которые эмульгируют и пастеризуют для придания аромата и гладкого вида. Вдобавок в его состав входит 20 ингредиентов и химикатов, которые опасны для здоровья, поэтому этот продукт даже нельзя назвать сыром. Номер 6 – оливковое масло. Около 90% оливкового масла на мировом рынке – это не настоящий продукт. Под видом оливкового масла нам нередко подсовывают подсолнечное или арахисовое масло, которое окисляют и обрабатывают омега-6 жирными кислотами. Даже несмотря на то, что итальянское и греческое оливковое масло считается настоящим, в этих странах тоже производят много фейка. Зачастую масло в Италию поступает из Испании. Впоследствии оно переливается в другие бутылки и экспортируется по миру под видом итальянского масла. Это делается потому, что настоящее оливковое масло сложно производить, нежели арахисовое или подсолнечное масло. Вдобавок оно довольно быстро портится, особенно если его импортируют или экспортируют на кораблях. Именно поэтому крупные компании часто прибегают к уловкам и обману, чтобы сэкономить деньги и продать по завышенной цене обычное растительное масло под видом оливкового. Основная угроза от контрафактного оливкового масла – это аллергические реакции, ведь люди, страдающие аллергией на подсолнечное или арахисовое масло, даже не подозревают, что потребляют в пищу как раз тот продукт, на который у них аллергия. Как считают гурманы, если вы хотя бы раз в жизни попробуете натуральное оливковое масло, то вам никогда больше не захочется возвращаться к фейковому продукту, лежащему на полках многих магазинов. Номер 7. Кленовый сироп Вкусный и многими любимый кленовый сироп – это очередная ложь производителей в сфере пищевой промышленности, поскольку большинство кленовых сиропов, продающихся в магазинах – это контрафакт или подделка, которая оказывает вредное воздействие на наш организм. В состав таких сиропов входит вода, карамельный краситель, высокофруктозный кукурузный сироп и различные химикаты, которые лишь заменяют вкус натурального кленового сиропа, собранного с традиционных канадских кленов. В кленовом сиропе действительно полно искусственных красителей, ароматизаторов и прочих вредных веществ, поэтому это далеко не натуральный продукт. В этом вы можете убедиться, прочитав этикетку с составом, приклеенную на обычную бутылку магазинного кленового сиропа. Считается, что компании-производители прибегают к использованию различных химикатов для увеличения скорости и оборота производства, поскольку покупателям нужен спрос, и никто не станет ждать, пока с кленов будет собран натуральный сироп. Для производителей же нет никаких проблем продать вам подделку под видом настоящего продукта, поэтому будьте бдительны, читайте состав и не покупайте подделку. Номер 8. Апельсиновый фреш Самый главный миф свежевыжатых соков гласит, что они намного полезнее обычных пакетированных соков. На самом же деле это не совсем так. Безусловно, свежевыжатый сок богат витаминами, однако еще больше он богат сахаром. По оценкам, на один стакан апельсинового фреша в среднем уходит 3 или 4 апельсина. Следовательно, выпивая этот стакан, вы получаете большую дозу сахара и лишаете себя полезной клетчатки. Но даже если не принимать этого внимания, то не стоит забывать, что большинство фрешов вы покупаете в заведениях, где стоят соковыжималки непонятного происхождения. Не исключено, что они могут обрабатываться различными химическими средствами дезинфекции на скорую руку. А значит, в вашем свежевыжатом соке может быть много вредных бактерий. Лучше делайте фреши дома сами из свежих и полезных фруктов, стараясь не превышать оптимальную дозу сахара. Что ж, а на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и раздавить колокольчик, чтобы не пропустить ни одного ядерного выпуска. Также советуем вам посмотреть другие увлекательные ролики на нашем канале. Спасибо вам большое за просмотр!